Что сегодня представляет собой кооператив «Ейский Агросоюз»? Шесть лет спустя после его создания. Можно разделить на несколько моментов. Кооператив по численности составляет 15 членов, 20 членов. Каждый раз меняется. В составе в основном крестьянско-фермерские хозяйства и лично подсобные хозяйства. Также ассоциированными членами у нас являются предприятия, которые поставляют средства производства. Структуру развития кооператива была определена еще, как вы говорите, шесть лет назад. Он создавался для поддержки малых форм. То есть наших крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. Именно для снабжения средствами производства и для сбыта. На данный момент за шесть лет нами проведена очень громадная работа в части развития кооператива материально-технической базы. Благодаря поддержке государства мы получили грант на развитие материально-технической базы. Были построены на этот грант овощехранилища. Приобретена современная спецтехника, оборудование, насосные станции, очистные сооружения для воды. Этот грант позволил структурно перевернуть работу кооператива. Сейчас мы имеем площадя для... Можно вот сразу очень важно по этому гранту господдержка его размер и что чуть подробнее площадь хранилища, какая именно техника, вплоть до того, чтобы... Потому что даже и марки, они важны, чтобы понимать, насколько это современные были... Грант был разделен на несколько позиций. То есть сначала мы целились на современное производство. Была куплена техника для полива, организации полива. То есть очистные сооружения, современные станции по очистке воды. Дальше по производству это современная техника автомобильная. В частности газон Next, газель Next для доставки персонала на поле. Трактор Беларусь 1221. Также оснастив себя техникой для выращивания мы... Вторым пунктом была техника для доработки продукции. То есть для приемки из поля для закладки на хранение. Это сортировочные комплексы белорусовского производства. И системы охлаждения склада. Тоже российского производства. Фирма 21 век выпускает отличное оборудование. Мы оснастили этим оборудованием два склада. Закуплено оборудование на три склада. Еще новое у нас стоит. Пока планируем третий склад строительства. И также будет оснащаться охлаждающим оборудованием. То есть выстраивали цепочку от начала до конца. От производства до хранения до сбыта. Также была приобретена линия по фасовке уже продукции со склада. По сортировке и подготовке на продажу был куплен бункер сортировщик. Вся техника очень дорогостоящая. И хочу заметить, кооператив, к сожалению, никогда бы не купил его без средств поддержки. Как бы это не звучало сейчас, но эта программа действительно совершила большой рывок. Позволила кооперативу совершить большой рывок в развитии материально-технической базы. То есть к этому результату по нашим производственным осчастям мы вышли, наверное, лет 10. Да. А вы грант этот получили в каком году? В 2017 году мы готовились с 2015 года. Я еще выступал перед губернатором на трибуне и просил, чтобы эта программа заработала в Краснодарском крае. И в 2016 году подготовили документы, подали на конкурс и в 2017 году получили грант. Его размер можете назвать? Конечно. 35 миллионов без копеек. Это софинансирование 60 на 40. То есть 25 миллионов кооператив вложил свои, 35 миллионов софинансирование государственное. То есть свои собственные средства тоже пришлось изыскивать громадные. Поэтому программа хорошая, но размер софинансирования тоже большой. Это тоже большая нагрузка на сам кооператив финансовое. И в результате удалось решить эту задачу в полный цикл организации? Да. Еще все в строительстве, конечно, в развитии. Наши любимые проблемы, которые нам подкидывает природа и мир. Это и пандемия, и специальная операция накладывает свои отпечатки, к сожалению. Ну, любая задача – это поиск новых решений. Поэтому мы выстраиваем цепочку от фундамента до прилавка. То есть от начала до конца. Когда кооператив будет получать прибыль от поля до прилавка, все деньги где? На прилавке. Конечный результат – это когда у вас покупают товар. До этого это все затраты. То есть производственные, транспортные, хранение. Пока мы не дойдем ближе к прилавку, чем ближе мы к прилавку, тем больше и заработок кооператива. Вот в этом цель. На данный момент цепочка вся нами задействована. Но мы сейчас работаем над расширением. То есть если склад был хранением мощностью 600 тонн, мы увеличиваем хранение, смотрим потребности свои. Если производственная часть поливной земли нужно было там 10 гектар, мы сейчас уже ввели в эксплуатацию 30 гектар. Получили лицензии на скважины с Минприроды. То есть колоссальный труд проведен в нашей северной зоне края, которая рискованная земледелие здесь засушливая. Но у нас очень хороший потенциал воды внизу. Поэтому мы на это целимся. И каждое звено в этой цепочке от производства до продажи будет расширяться, модернизироваться и привлекаться новые средства и покупаться новая техника. Цепочка уже вся выстроена, она работает. Да. Вот еще по характеристикам кооператива. Культуры, которые выращиваете, площади. Вот об этом объемы. Объемы в том числе и вы назвали 600 тонн хранения. Это вот своя продукция или покупная со стороны в том числе? Изначально кооператив, мы работаем в разных направлениях. Он привлекал средства производства для зернового направления. Естественно, продажей зерна занимался членов своих кооперативов. Но при создании его мы целились, конечно же, на плодовощную продукцию. Да. Поэтому и строились системы хранения, складские помещения под овощную продукцию. Мы ставим своей целью именно поддержку членов кооператива по зерновому направлению. Да. Это у нас очень хорошо в крае развито. У нас, тем более в Ельском районе, порт. А вот малые формы овощного направления, плода овощного, поддержки не имеют. Поэтому кооператив был создан изначально по поддержке плода овощного производства. По мощностям хранения мы сейчас два склада по 1000 тонн общего хранения. Мы готовы и третий склад ставить. Но это будет в этом году после урожая. То есть в осенний период будем вводить в эксплуатацию. Потому что требует тоже времени, финансов. Пока нам этого хранения для перевалки хватает. По производственным мощностям, ну, очень все просто считается. Если даже 30 тонн вы с гектара получаете, с 30 гектар, то есть это 900 тонн продукции. Это за один урожай. В кооперативе мы ввели практику. Современные растительные системы полива позволяют получать два урожая. То есть мы уже совершили. На юге, да. Да. У нас очень хорошие климатические условия. Шикарная почва. И мы уже высадили морковь, высадили часть свеклы. То есть в конце июня, июля мы получим урожай уже. И сразу же будет высажен второй урожай. И в октябре, в ноябре мы собираем второй урожай. То есть потенциал развития на 30 гектарах – это 1500 тонн овощей. Производственный потенциал. Мы закупаем часть продукции у ассоциированного члена, у члена кооператива. В частности яблоко со Староминской закупали у члена кооператива. Недостающую овощную продукцию по поставкам в магазины и соцсферу тоже закупали у средних оптовиков. Но, конечно, упор – это на хранение своей продукции. То есть нам смысл кого-то купить, превращаться в прямого препродажника. Мы должны оказывать услуги своим членам. Этим кооператив и занимается. То есть вот выход на 3000 тонн хранения? Нет, но сейчас 1000 тонн хранения. Перспектива. Все зависит от первого звена производства. Будем смотреть. У нас были планы на 60 гектар полива производства. Но санкции ввели свои коррективы. И у нас оплаченные машины в октябре 2021 года пришли в Новороссийск. На рейде был развернут корабль. И пока не ясна ситуация с их поставкой в дальнейшем. То есть это расширение именно по производству, по поливу. Пока замороз. Мы уже ищем альтернативу. У нас есть производство в России данных машин. Хотя с частью комплектующих все-таки иностранного. Но пока по ценовой политике творится хаос. Мы пока в ожидании. Потому что все цены корректируются в рост почему-то. Хотя все у нас на территории находится. Ну, в ожидательную позицию мы пока заняли по расширению. Да. А машины чьё производство тормознули? Компания Вестерн. Это немецкая компания. Ну, завод Саудовской Аравии расположен. Плыли оттуда. У вас уже были эти машины? Они есть. У нас четыре установлены, а еще три было в пути к нам. Угу. Угу. Да. Ясно. Ясно. Хорошо. Можно сделать вывод, что все члены кооператива это, в том числе фермеры, это небольшие фермерские хозяйства. Да. Поэтому и выбрано овощное направление, где можно с гектара больший доход получить. Мы, когда устанавливали отопление на наш тепличный комплекс, польские котлы приобрели и поляки приехали и устанавливали инженеры с Польши. Они говорят, вы в России очень расточительно относитесь к земельным ресурсам. То есть, если из зернового направления по экономике 2021 года это около 30 тысяч чистыми, там 40 тысяч чистыми дохода, то на овощном направлении миллион, полтора миллиона это должен быть чистый доход. Мы с ними считали, они переводили в наши деньги. И поэтому у нас земли много, а мы овощи завозим из-за рубежа, к сожалению. Вот ответ на этот вопрос. Естественно, мы должны производить все сами. У нас все для этого есть. Ну, наверное, желание больше нужно, чтобы это осуществить. Сергей Николаевич, вот овощеводством занимаются многие. И в Краснодарском крае, и на юге России, и в Волгоградской области, овощеводческий регион известный, и Астраханская область, и на Дону есть немало хозяйств, которые успешно этим занимаются. Вот, конкурентные преимущества вашего кооператива, какие в сравнении с другими хозяйствами учрежденческого направления? Как вы бы определили? Первое, это город Ейск, пятый по численности город в Краснодарском крае. А в курортное время он возрастает до миллиона. Потенциал рынка колоссальный. В ближайшие лет 10, даже при интенсивном развитии кооператива, мы не покроем все потребности овощной продукции Ейска. Вот и весь ответ на ваш вопрос. До этого все овощи и сейчас завозятся с центральной полосы России, с Ростова, с Краснодара, с оптовых рынков. Мы расположены в 50 километрах от Ейска. Ну, сам Бог велел нам кормить крупный город. Можно сделать вывод, что раз на Ейск вы ориентируетесь, то сбыт вашей продукции как раз в Ейском районе? Ну, рынок диктует сам свои условия. К нам приезжает и Москва забирает оптовые партии, оптовики, которые поставляют на торговые сети, забирают, в том числе и Ейск забирает. Вся цепочка поставки до прилавка, она же очень разнообразна. Если ориентироваться на торговые сети крупные, у них свой цикл торгов, закупщиков, фирмы, которые отдельно закупку осуществляют. Но большие торговые сети – это премиум класс, верхушка айсберга. Очень колоссальное большое количество магазинов поменьше, и торговых сетей поменьше, которые работают напрямую, которые закупают продукцию без всяких торгов, а приехав на склад, увидев и купили, сразу перевели деньги и забирают продукцию. То есть этот рынок не охвачен большими производителями. И со сбытом продукции, если вы выращиваете качественную продукцию, проблем нет. Мы за 6 лет ни разу не столкнулись с проблемой сбыта продукции. Поэтому, чтобы вырастить качественную продукцию, нужно идти по современным технологиям. Мы пробовали разные системы полива, мы пробовали разные системы производства, но Генри Форс 100 лет назад сказал – уберите самый некачественный дорогой труд, ручной, и получите результат. Поэтому он создал конвейер. А у нас системой полива управляет один оператор. То есть 30 гектар плюс обслуживание, если требуется, но ночью, когда происходит основной полив, чтобы не было ожога растения, оператор, находясь в насосной станции, контролирует все машины. Не нужен персонал, который проверяет, ходит, смотрит. Поэтому были выбраны именно современные круговые машины полива, где вы нажали кнопку, грубо говоря, и забыли. И все, полив происходит в автоматическом режиме. Да. Но вы не сразу этим занялись, у вас был капельный полив. Опыт не приходит в книжке, наверное. Так и теорию можно изучить. Мы прошли и капельный полив, и полив с использованием бобинных перемещающих машин иностранного производства. Но пришли к выводу – все, что можно, нужно автоматизировать до того момента, насколько возможно. То есть, чем меньше будет человеческого фактора, особенно в овощной продукции, где каждый день полива, он просто, ну, стратегически важен. Если на пшенице вы там внесли удобрения на несколько дней позже, ну, это отразится, наверное, но не на таком факторе, как на овощах. То есть, вот морковь нужно поливать через день. То есть, в верхнем слое почва должна быть постоянно увлажнена и разрыхлена. Это можно получить только за счет дождя. Вот дождевальные машины это и делают. Но если вы раз полили, а неделю нет – земля превратится в камень. Мы должны поддерживать эту влагу постоянно. Овощ любит мало, но часто полива. Постоянно перетаскивать шланги, перемещать машины – это деньги, это трудозатраты, это люди, это человеческий фактор. А тут машина стоит на своем месте. Вы установили норму вылива, нажали кнопку на компьютере и забыли. То есть, полив идет постоянно. Вот это было сделано. Все продолжены коммуникации ко всем машинам. Мы изучили опыт Европы, Америки, Украины, Южная. Как бы не звучало, на юге Украины еще в десятом году тысячи машин были установлены. Аналогичные как раз, да? Именно кругового действия. Эта технология признана самой эффективной технологией полива во всем мире. В Саудовской Аравии на песках, в Ливии во времена Каддафи. Все было на круговых машинах. В чем она хороша? Вы подвели коммуникации к центру машины и больше не требуется ничего. Ни шлангов, ни электричества, ни перетаскивания, ни трактор на технике. Только оператор управления кнопкой, скажем так. И все. Да. А вот, что касается воды. Вы говорите, что получили лицензию на скважины и используете эту воду. С этой водой часто бывают проблемы. Вот как говорят фермеры на Дону, скажем. Говорят о том, что она плохого качества для полива и требуется тщательная очистка. У вас эта проблема возникала, что поливаешь вроде бы кислотой растения и от этого только и хуже. Ну, можно построить суперсовременное производство. Да. Производство овощей по выращиванию, по переработке, по хранению. Но если не начать сначала. Первое звено любого производства – это ресурсы. Вода. Вода в составе огурца там 90%, в составе овощей также состоит. Не будет у вас воды, хоть вы сюда космический корабль пригоните толку от этого. Да. Наша стратегия развития плодовощной продукции именно строилась из-за того, что у нас внизу очень большие запасы воды. Хорошей воды. На большой глубине? На большой глубине. По-разному пласты залегания. Мы приглашали специалистов, которые занимаются с советских времен, все геологические изыскания делали, карты. То есть подошли к этому моменту профессионально. Потому что без воды, ну, вы можете высадить там и 100 гектар овощей, а у вас воды на 1 гектар овощей. Поэтому нет смысла. Да. Мы рассчитывали свой объем из того потенциала, что мы можем обеспечить поливом. Поэтому здесь можно вводить и вставить машины и на 300, и на 500 гектар, но все будет зависеть от воды. То есть, поэтому мы сделали все анализы, провели в лабораториях. Мы изучили потенциал воды, насколько нам хватает объема. Из этого исходили именно, составляли бизнес-план, который был, кстати, подписан между Ейским районом и нами на экономическом форуме в Сочи. В этом году мы заканчиваем запуск в реализацию, несмотря на все трудности. Первый, кстати, тепличный комплекс тоже был подписан на экономическом форуме в Сочи и введен в эксплуатацию. Так что кооператив является одним из сельхозпредприятий Ейского района, который два раза был представлен на экономическом форуме в Сочи и вводит эти объекты в эксплуатацию по сельскому направлению. Вот касаемо средств производства и воды, да, мы знаем и Волгоградскую проблему, и Ростовскую. Именно нижнегрунтовые воды у них очень плохого качества. Они больше акцентированы на реки, на открытые воды. У нас рек таких нет здесь, и мы когда принимали решение овощным направлением заниматься, мы уже знали, что у нас есть вода внизу. Без этого... Но это, кстати, и надежнее, потому что сейчас все говорят о том, что милее дом, меньше воды в Кубани. Да, прошлый год показал колоссальную засуху, позапрошлый год, где даже на рисовые чеки Краснодарский край просил помощи у Ставрополя. Вот, конечно, если у вас есть скважина с дебетом, позволяющим производить овощи, это идеальный вариант. Да. Ну, а по поводу очистки все-таки... Ну, мы дочищаем воду только на тепличный комплекс, осматическая система стоит. Для полива открытого грунта вода у нас отлично подходит. То есть нам не нужно... Да. А скважины кто вам делал? Хорошо сделали? Да. Фирма очень профессиональная, она в Краснодаре находится, занимается с советских времен. У них все данные, которые накапливались годами, пласты залегания, геологические искания, анализы вод. То есть эта информация очень много. Раньше в каждой ферме, в каждой бригаде стояла башня водонапорная. Эти все данные учитываются в общей базе. И, ну, обратившись к ним за скважиной, они нам уже предварительную информацию дали. Какой примерный дебет будет, какой глубины будет скважина, какой потенциал мы сможем получить и анализ воды. предварительный уже у них был. То есть эти вещи, они как бы постоянные. Не сильно меняется вода с 40-х, 50-х годов. Пласт залегания внизу, он одинаковый. Поэтому у них все эти данные есть. Эти наработки колоссальные. Надо только просто пользоваться. Как называется фирма? Я сейчас не вспомню. Ага, ладно. Ну, это не принципиально. Но мы данные можем потом дать. Да. Добро. Да, интересно. Вот 60 гектаров – это общая площадь всех членов кооператива? Нет. Ну, это только плодовощная продукция. Овощная продукция. Да. Под поливом, под круговыми машинами. Также есть виноградник, также есть тепличный комплекс. Часть у нас люцерна. 15 гектаров мы обеспечиваем поселковое пастбище. Мы выделяем бесплатное сено доиному стаду по списку в станице. Ну, по плодовощному направлению плантация у нас общая. Порядка 80 гектар составляет. 80 гектаров. Ага, ясно. А плюс вот эти вот 15 гектаров – это плюсом идет? Конечно, конечно. Ага. То есть в общей сложности это, наверное, около сотни гектаров, да? Если взять… Нет, 80 всего. Это здесь плантация плодовощная, да. У нас есть и зерновое направление, и пропашное направление, но мы… главный ролик оператива – это плодовощное направление. Ага. Ну, я думал, что ведь во многих хозяйствах и выращивают и зерновые культуры, но это как составная часть плодовощного севооборота, овощного севооборота, чтобы… Ну, все зависит от коммуникации. То есть если у вас есть возможность переносить поливные машины с места на место, тут мы нацелены под коммуникации, которые у нас. У нас под овощной плантацией, скажем, гуляет поле люцерны. Через несколько лет у нас оно перемещается в этом составе, обеспечивая севооборот. Ну да, это люцерна хорошая составная часть севооборота. Да. Что можно сказать об урожайности, вот культур, которые выращиваете? О культурах, во-первых, но я предварительно знаю, что это свекла, это морковь, картофель, да, вот эти культуры вы выращиваете сейчас? Ну, мы взяли борщевой набор. То есть все еще очень сильно привязано к технической части. То есть если навысив свеклы моркови, нужна специальная сейлка, отдельная совершенно, от картофельной или, ну, от пропашных культур. Это размер семени моркови, это два миллиметра. Чтобы его положить через каждые, там, семь-восемь сантиметров, нужно взять одно семя, чтобы оно четко лежало. Как в огороде у нас там проряжают, потом родители у нас были. Этого в поле, ну, допустить, конечно, нельзя, потому что гектары. Да. Да. Поэтому выбор направления культур, он больше привязан к возможности оснащения технической части пассивными комплексами, обработкой, опрыскиванием. То есть полив, он, как бы, одинаков для всех. Но вот, чтобы высаживать, например, капусту, очень нужно много ручного труда. Нужно рассадное отделение, нужно специальная уборочная техника, нужно также рассадопосадочные машины. Мы пока привязаны к так называемой группе мелкосемянных. То есть это лук, свекла, морковь, укроп. Это семя у них примерно одинаковые, оборудование позволяет высевать его, ну, одной и той же единице техники. А что у вас есть из технического оснащения, вот какие средства производства для выращивания свеклы, моркови? У нас итальянская сеялка, у нас итальянская гаспарда, итальянская фреза с гребнеобразователем, с автосцепой сеялки. То есть мы одним проходом, ну, я не знаю, видео, наверное, вам скидывал, скину еще раз. То есть трактор одним проходом идет, производит фрезерование, подготовку почвы, и высев уже семени. Трактор с навигацией, то есть с точной 2 см погрешность, идеальные ряды получаются. То есть в овощном направлении это тоже очень важно, потому что мелкое семя, конкуренции продукции не должно быть между собой, то есть растения. Трактор Нью-Холланд иностранной фирмы, к сожалению, белорусы, трактора, автопарк, газон, там, газели, что еще за спецоборудование. Но основное это, конечно, глубокорыхлитель используется, если по всем почвообработке идти плуг, глубокорыхлитель, фреза для измельчения почвы, подготовка гряды для зимовки, чтобы уже в ранние сроки выходить, сеять. Есть по культурам какой-то, я не знаю, прогресс по урожайности? Или вы на одной планке держитесь и вам нет необходимости увеличивать? Конечно, с использованием современных систем полива урожайность возросла в разы, потому что потенциал разной культуры, он заложен уже в самой культуре. Если на моркови можно получать и 100 тонн с гектара. Но весь вопрос, к чему вы стремитесь, то ли получить позднее заложить на хранение, то ли получить в нашей зоне с нашим климатом раннюю морковь. Вы можете получить 100 тонн и продать ее по 20 рублей или по 15, а можно получить раннюю в размере 20-30 тонн и продать по 70, как в прошлом году. И прибыль оказывается, где получено всего лишь 20 тонн выше, чем получено 100 тонн, где больше семян, где больше средств производства, где больше воды и срок созревания. Тут все нужно смотреть на какие задачи у вас продукты. Если мы целимся на ранний продукт, то там урожайность будет невысокая по отношению к потенциалу моркови. Ну 30-40 тонн мы должны получать на ранние моркови. Мы получаем такой результат. Плюс второй урожай. Но за счет ценника такой урожай получается из-за того, что мы сеем меньше семян, чтобы растение меньше конкуренции получало между собой и раньше созревало. Но мы получаем высокий ценник. Вы тратите меньше средств производства, но выиграете ценой. Можно посеять в мае морковь и собрать ее в сентябре, но это будет уже по времени, как и Волгоград, как и центральная полоса России, где закладывать на хранение нужно и ждать весны. У них климата раннего, как у нас, весной и летом нет. Поэтому мы обязаны выращивать ранний урожай. Ну да, у вас какие-то существа. Мы целимся именно на ранний урожай. Да. И вы его начинаете получать уже в июне? В июне. В конце июня мы уже начинаем сборку. Уборку моркови, да? Ага. И до середины июля вы уже все убрали? Да, нужно убрать оперативно весь урожай, чтобы до середины июля уже произвести вторую высадку. А, да. Тогда мы сроки выдерживаем получение второго урожая. Если позже, это уже риски, очень большие риски. Но вам надо и морковь, и свеклу одновременно убрать, да? Ну, по мере созревания мы заходим на уборку, конечно. Ага. Но они совпадают? По срокам 90-95 дней с момента получения всходов. Идут? Да, да. Эти две культуры, они одни из самых ранних по вегетации. Поэтому ранние сорта, французские, голландские, они за 90 дней позволяют получить шикарный урожай. Угу. Ясно. Хорошо. Вот вы ориентируетесь, ранний урожай это 30-40 тонн, да? С высевом в апреле, да? Высев это и конец, все зависит от того, все, конец февраля даже морковь, окна. Все, смотрим какая погода, какой прогрев почвы. Ну, конечно, основной посев это мартовский посев и апрель. Угу, ясно. Но это тоже все зависит от, для получения раннего овоща, у нас в этом году сдвиг по погоде практически месяц по климату, да. Потому что была холодная весна, заморозки, снега. То есть высев, ну вот это вся зона сдвинулась в край, зона посева. Ну, раньше было, что мы сеяли и февральские окна. В основной посев в марте, в этом основной посев в апреле из-за такого климата. Декабрь был теплый, а март был холодный. Но это не значит, что вы в этом году и с уборкой запоздаете? Сроки сдвинулись, конечно. Сдвинулись. Сдвинулись, но по опыту средняя полоса тоже еще отодвинулся климат. То есть сейчас снег в Москве, да. То есть там тоже климат весны это двинулся. Мы сроки, в принципе, свои все выдержали. Апрель, май, июнь, июль. Вот урожай мы получаем. Ясно. А второй урожай, он меньше? Примерно такой же играет то, что лето, тепло. Получаем быстрые всходы, быстрое развитие растения. Сложности возникают немножко с уборкой. Все зависит от осени. Дожди, не дожди, сухо. Но в нашей засушливой зоне такой проблемой не очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой уборки. Вопрос потом возникает о подготовке почвы на новый урожай. Вот надо вот это очень важно успеть. Если вы с осени не подготовили гряду фрезой, весной там уже делать нечего. Вот это вот фактор. То есть или тогда нужно убирать раньше второй урожай, чтобы не запоздать, и приготовить себе почву под ранние. То есть все зависит от цели. Если ваша основная цель это ранний урожай, то лучше второй тогда даже может и не сеять, если вы не успеваете, чтобы приготовить почву под весну. Без гряды раннего урожая не получится. Вот так. Но у вас второй урожай тоже 30-40 тонн, да? Ориентировочно, да. Мы норму высева, то есть на гектарной гектарной моркови можно сеять и миллион семян высевается. Мы сеем где-то 300-400 тысяч семян всего, чтобы растение, повторюсь, не конкурировало, а имело интенсивное развитие, чтобы успеть. Но зато второй урожай, выкопанный в октябре-ноябре, он как свежий, он ранний. То есть он не тот летний, который хранился на складе, а он идеального качества получается товар. И до весны он хорошо лежит? Отлично лежит, шикарно хранится. Основную часть забирают, в принципе, и сразу. И осенью, когда уже уборка, у нас здесь урожая нет в Краснодарском крае, он пользуется на ура спросом тоже. Вы называли еще укроп, еще что-то. Вы выращиваете эти культуры? Укроп мы выращивали, но он требует ручной сборки. Пока мы, да, немножко, мы все сейчас акцентируем на выращивание, чтобы иметь промышленный сбор, то есть использовать технику. Мы купили морковоуборочный, свеклоуборочный комбайн, французский, то есть вручную. Столкнулись в прошлом году с колоссальным… Как французский фильмы? Симон, французский фильм. Мы столкнулись с подорожанием ручного труда в два-три раза в прошлом году. То есть доходили моменты, что люди зарабатывали больше, чем мы на овощи в момент большой уборки. И от этого нужно уходить. Лучше меньше, но это должно быть налажено профессиональной уборкой с техникой. На ручном труду, это человеческий фактор, все, именно запустить большой проект, ну не получится. Сегодня они приехали, завтра они приехали, и это сбой, это сбой в поставке, это сбой в уборке. Отодвигает все сроки, так как и с поливом было. Вот капельная лента, там люди где-то прозевали, не уложили, не дополили, не дополучили урожай. Здесь уже машина, ну машина не обманет, не схалявит, не проявит лень. Поэтому деньги делают машины, а люди делают машины. Овощная группа требует большой, как правило, защиты овощи от открытого грунта. Вот у вас опрыскиватели, да? Конечно, у нас американский Amazon опрыскиватель, точного внесения удобрения. Большая часть вносится через поливные машины при поливе, очень удобно. Но вся защитная система, конечно, через опрыскиватель. То есть при большом объеме воды через машины работать фунгицидом от вредителей невозможно. То есть это будет слишком много раствориться в воде. Это все опрыскивательно вносится, конечно. То есть получается, что свекла, морковь – это у вас сейчас весь процесс от начала и до конца механизирован? Механизирован. Только ручной труд у вас используется, по сути дела, где? Здесь… Ну, ручной труд он везде используется. Где-то там выгрузка у нас тоже приобретен бункер-сортировщик, подходит автомобиль. Выгружает кузов полностью в бункер-сортировщик. И там идет сортировка на три фракции. То есть мусор, второй сорт и первый сорт. Может в контейнер… Белорусская техника. Белорусская. Полный аналог голландская. Недавно производят. Шикарная техника. Отлично работает. Какая фирма этим занимается? Белмаш. Ну, первый экспериментальный завод называется фирмой. Она развита. У нас аналоги производят в Клину. Очень большое производство. Наши запустили четыре года назад. Аналоги делают такой же фирмы. Идентичные в принципе. Угу. 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 Да. Хорошо. Вот картофельное направление. Еще здесь тоже вы придерживаете принципа, что максимум механизации процесса от начала и до конца. Скажу, больше мы везде этого принципа придерживаемся. Действительно. Где возможно убрать труд и заплатив раз дорого за машину. Нужно это делать. Да. Ну, видите, у вас сейчас вы ограничены тремя культурами основными. Да. Из-за того, что у вас есть здесь технические возможности. Вот по картофелю что можно сказать? Вы ведь когда-то начинали, помните, картофели с сажалки. Да. Сейчас у вас уже, наверное, другое оборудование. Ну, мы пока, по картофелю мы пока привлекаем ассоциированных членов по высадке. У нас именно в кооперативе оборудование картофельное оно не полное в линейку пока имеет. Ага. Ага. Очень все дорогое. Вот. То есть одна из больших проблем и задач, особенно в мелких формах хозяйственных коопераций, это привлечение длинных и дешевых инвестиций. Вот особенно в кооперативе, где с кооперативами не все банки работают, не все смотрят на них как на потенциальных производителей. Эту систему нужно дорабатывать на уровне государства, конечно. Да. Пока мы не вольем дешевые длинные инвестиции в кооперацию интенсивного развития ее получить ну будет невозможно. даже грант он 60 на 40. То есть мы половину, практически половину вкладываем свои. И там условия тоже и рабочие места и налоги и показатели. Кооператив сколько за 4 года уже налогов заплатили? Ну вот даже в становлении мы 6 миллионов чистый налог. А в этот год вообще у нас показатели, там мы должны около 15 чистой прибыли, да? Ну в этом году чистой прибыли 18 миллионов. Это 21 год? Да. Ну и 22 по плану чистой прибыли плюс налог с него нужно будет заплатить. Плюс НДФЛ и на всех людей же рабочие места. Все у нас открыто официально, штат, поэтому тоже свои обязательства тянет. А привлечь как производитель инвестиционный кредит невозможно. Вот как здесь быть? Государство с одной стороны вроде бы поддерживает объединение, но объединению денег не дают. Угу. И еще один момент. У нас в крае уже второй год не работает программа по кооперации 60 на 40. То есть федерация урезала краю. Мы хотим, мы уже можем пойти второй раз на грант, даже 60 на 40 пускай тяжелое софинансирование. А мы не можем. Мы бы с удовольствием приобрели эти машины не за средства собственные, а за софинансирование с государством. Еще бы складское оборудование взяли, пассивное бы, картофельное направление взяли в технику. А два года уже программа не работает. Да. Но возвращаясь к картофелю, чем вы сеете, вернее сажаете картофель, как уборка, чем убираете, вот эти вещи, арабатываете? Ну, технология та же, это картофельное сажалка, это гримовская, все немецкая у нашего фермера, да. Есть аналоги белорусовские, хорошие, мы высаживали и ей работали. То есть техника в разных направлениях, она разных может быть производителей. Конечно, премиум класса там европейская, американская, которая по качеству. Ну, есть аналоги белорусовские, очень хорошие, не уступают. Тут уже смотрим, если фрезы нашего производства уступают европейским производителям, то по картофеля сажалке, в принципе, разницы нет, какой высаживать. Комбайн уборочный, конечно, тут иностранного все производства, наши, к сожалению, таких техник не делают, чтобы полностью убирать в автоматическом режиме. Вы гримы тоже используете? Гримы, да. Но вам для посадки нужна техника? Мы картофельную линейку, мы сейчас бы технику приобрели себе. То есть если была программа софинансирования по гранду или инвестиционное аккредитование для кооперации, мы бы с удовольствием поучаствовали в этой программе. – Тем более, что там сейчас и суммы увеличились, да, планка? Да, да. Там уже не 30 миллионов, а сейчас, наверное, 7-7. здесь этот вопрос поднять нужно на федеральном уровне, чтобы они вводили для уже действующих кооперативов. А так кооператив запустили, толкнули вперед, а дальше мы стоим пока в поиске, то есть инвестиций именно поддержки грандовой. Есть у нас программа софинансирования на приобретение техники кооперативом, но она не настолько дополнена средствами, чтобы, например, взять линейку картофельной техники. Мы пошли бы сейчас и на 40, и на 50 миллионов гранда, чтобы купить полностью. Купить сейчас сажилку и сидеть вокруг нее ходить, смысл? Нам нужен и комбайн, и сажилка, чтобы задействовать, например, линейку картофеля у себя уже полностью своей техники. Ну, это узел, который из очищенной воды и микроэлементов создает питательный раствор и поливается, согласно заданной программе, уже огурец в тепличном комплексе на гидропонике. Сюда уже приходит очищенная на осмосе вода. У нас астматическая система расположена в котельной, которой мы проходили на биотопливе. Здесь два растворных узла для замешивания микроэлементов. производство Москва, фирма ЛИС называется, лаборатория инженерных систем. Очень качественно. У нас два компьютера таких полива стоит. Это на большую теплицу, там на маленькой теплице. Работает исключительно тоже. Сам компьютер дозации узел, дозации удобрений, куда агроном вводит заданную программу. Количество поливов, норма полива в день. Все зависит от солнечной активности. Огурец может в пастерную погоду каждый кустик выпить 300 грамм, даже меньше, а в солнечную до 3 литров. То есть это и учитывается агрономам при составлении программы. Сами микроэлементы замешаны в этих емкостях. То есть это и есть огурец, что мы видим. Это разложенные на микроэлементы, из чего его Бог создал в природе. Ну и контролем, именно уже выращивание, отчетом занимается система управления программа, которая контролирует количество поливов. Вот сейчас видно, что было три полива и всего вылили 350 грамм. Но это очень хороший солнечный день. То есть сегодня мы полтора-два литра, может быть, и наберем на поливе уже. Система автоматизирована, здесь в теплице 15640 растений находятся. И полить ручную, и качественно полить это невозможно. Для этого и создана компьютерная система полива. К каждому кустику идет капельница, но это сейчас все внутри увидите. Конструкция теплицы стандартная, для выращивания по системе гидропоника. То есть мы здесь расположены минеральная вата, в кубике также минеральная вата. И в каждое растение идет полив. Дренаж стекает по лоткам и сзади уже в дренажную емкость уходит. Полы, видите, все белое, чтобы больше получить светоотдачи. То есть огурец это очень светолюбивое растение. Им нужно тепло и свет. Чем больше мы получаем солнечной активности, тем лучше, естественно, для растения. Климатические условия. Здесь труба рельса расположена. Все идет с котельной. Здесь стоит электронный датчик. Вот сейчас 31 градус температура. Форточки мы приоткрыли для проветривания. То есть выставив здесь температуру, система автоматически поддерживает градусы в теплице уже. Огурец мы используем сорт мамлюк нашей современной селекции. Гавриш фирма. О, так с огурцом, с семенами у вас проблем нет. Нет, мы используем. Теперь вот возьмите, понюхайте и съешьте. И скажите свои... А? Такого огурца вы нигде не попробуете. Мамлюк действительно известный сорт. Сорт известный, но все еще очень многое зависит от рецептуры, как агроном подберет. И вот вы сейчас, ваши, как говорят, вкусовые сосочки испытают большую радость. Он... Я, сколько выращиваю огурец, я всегда третий год его ем полными чашками. Он очень пахнет, очень вкусный. Пользуюсь спросом. То есть я к чему возвращаюсь. Качественная продукция будет всегда востребована на рынке. И мне очень обидно, что огурец, конечно, падает сейчас в цене. Именно вот такой. А не резиновый турецкий, да, там, или чей-то производитель. Он достойный любых похвал и наград. Великолепный. Растения выводим мы... Вся площадь тепличного комплекса засеяна одним сортом. Мамлюком. Гавриш фирмы. Просто по показателям он выиграл по стрессоустойчивости, по отношению устойчивости к болезням, по урожайности, по вкусовым качествам. И он выглядит, мы как в магазинах видим, то длинный гладкий, то как сарделька темный. А это вид огурца, как мы привыкли с наших советских времен, с грядки. И вот еще понятие, а вы выращиваете на гидропонике, значит это одна химия. Ну аж два, о, это тоже вода, это тоже химия. И кто-то говорит, просто ничего не понимает, что вот на гидропонике или на открытом грунте. Огурец здесь получает все то, с чего он был создан в природе. В земле он этого не получит. Где-то будет больше болезней, где-то будет больше других микроэлементов. А здесь он постоянно вкусный, ровный, сладкий. И чтобы защитить растения от вредителей на гидропонике, это минеральная вата, чистая среда, нужно использовать в десятки меньше химии. Мы сейчас работаем без химии, вообще только на биопрепаратах. А в почве миллиарды бактерий. Чтобы защитить растения на почве, вот не верьте никому, и любой грамотный агроном скажет, что он вылит больше в 10 раз химии, чтобы убрать бактерии в почве. А чьи биопрепараты используете? Биопрепараты у нас Тимошевск делает здесь. В крае производят бактерию. Микроэлементы мы используем Агромастер. Я составляющие не знаю. Раньше там часть использовали зарубежных, часть своих. Но этот производитель наш, краснодарский. По средствам защиты растений, биостимуляторам тоже это наше производство. Мат у нас Белагра делает его тоже у нас в стране. Комплектующие мы многое делали сами. Подставки для лотков, лотки гнули сами, сварку здесь. Конструкцию собирали своими усилиями. Компания только нам помогала пленку и высотной работы сделать. Где можно, удешевляли, экономили. Отопление боковое проводили. Сергей Николаевич, а начался сезон плодоношения когда? С февраля. С конца февраля. И до июня. До июня будет. Ну и часть июня захватим еще. А затем перерыв? Затем обслуживание теплицы идет. Около месяца займет зачистка, мойка, дезинфекция. И снова в августе мы высаживаем второй урожай. Ага. И до декабря. До декабря. Хорошо. А урожайность с квадратного метра? По-разному. С двух, то есть до сорока килограмм мы за оборот доходим где-то. Ну, все от климатических. Вот эта зима была очень темная. То есть активность за январь два или три солнечных дня всего лишь была. А это важный фактор развития растения. Сейчас растение у нас по соотношению с прошлым годом отстает. То есть в прошлом году мы уже больше сборы производили. В этот год немножко повлиял. Из-за темной зимы. Из-за темной зимы. Да. Скажите, а он мамлюк самоопыляемый? Да, да. Это Римандан самоопыляемый сок. У вас ни пчел, ни шмелей? Мы пробовали с пчелами. Но для наших площадей мы приняли решение. Все-таки остановились на этом сорте. Он нас полностью устраивает по урожайности, по отдаче, по устойчивости к болезням. Поэтому мы пока менять ничего не хотим. За три года мы больше 20 сортов пробовали. И в том числе и компании Гавриш. Разные виды, чтоб они были там. Но вот соотношение цены и качества. Даже цена не настолько влияет. Цена одинакова практически у всех семян. Качество продукции и урожайности и внешнего вида. Вот она соответствует рынку. И потребности на рынке, что сейчас присутствует. Пользуется спросом и мы менять его вообще не хотим пока. А сбыт у вас? Сбыт несколько. У нас заключены договора с сетью экстрамаркет в городе Ейск. У них свои магазины. У нас заключен договор с средним оптовиком в Сканевской. Ну и розница. Приезжают средние оптовики прямо на магазин забирают. У них там свои цены уже обозначены. Со сбытом сейчас тоже проблем нет. Вопрос цены. Хотелось бы конечно чтоб мы не производитель отыгрывал всю наценку. А так получается поставщики средств производства свое компенсируют. А мы в цене с нашего кармана скажем так. Площадь теплиц. 0,6 гектара у нас сейчас под теплицами. Оборудование которое мы снимали рассчитано до 3 гектар. Мы приобретали с запасом. Но кризис пандемии и особенно сейчас цены на комплектующие взлетели в два раза. Раньше если все оборудование много иностранного к сожалению поставляется. Там и форточки, редуктора, трубы. Вот нужно это производство полностью отлаживать у нас. Чтобы удешевить именно конструкцию. Очень дорогая конструкция. Комплектующая. Все это металлоемкость здесь же очень большая. То есть все с металла. Чтобы это производить пленка к сожалению иностранная только. По качеству, по светопроводности, по качеству сколько на времени простоит. Все очень дорого. Хотя зона у нас очень шикарная. Производить мы должны свои овощи. Да, да. Вы строили теплицы, господдержка? Господдержка только с использованием на квадратный метр. 350 рублей на квадратный метр. То есть я вам скажу это 1 сотая часть стоимости вообще современного тепличного комплекса. То есть вот господдержка выделяет на квадратный метр. Что я поставлю каркас и натяну один слой пленки просто. Или я оснащу такую современную теплицу с всеми комплектующими компьютерного полива одинаково. Вот это я считаю тоже неправильным. Если вы строите современный комплекс, который постоянно обеспечит рабочие места круглогодично. То здесь как минимум квадратный метр должен расцениваться с другой наценки. Как минимум 2-3 тысячи. Потому что здесь затраты колоссальнейшие. Колоссальнейшие. И вот именно здесь все затраты в начальном этапе. То есть вы пока все не заплатите, не построите, не запуститесь. Здесь нельзя вкладывать постепенно. То есть если бы комбайн на картофеле мы можем привлечь сторонний. А здесь все свое нужно. Да. А вы как оцениваете сроки окупаемости? Около 8-10 лет. Это было до удорожания. Сейчас это очень длинные деньги. Без государственной поддержки построить современные тепличные комплексы очень тяжело. То есть мы расширение, как я говорил, у нас оборудование по водоочистке, осматическая система, потенциал воды и компьютер полива рассчитаны на 3 гектара. Мы хотели строить очередь 2 гектара следом, но при удорожании металла, вот когда было в 2021 году пандемия, наложили свои отпечатки. И тем более сейчас эта ситуация, что пока я даже не вижу расширения в тепличном направлении здесь. Без дешевых длинных денег. Мы сейчас все усилия тратим на открытый грунт овощи. Там экономика немножко другая сложилась. То есть по энергозатратам мы можем привлечь и стороннюю технику. А тепличный комплекс требует все и сразу. То есть мы должны в первый год потратить все. И потом конечно отдача идет уже без затрат. Но без дешевого инвестирования и финансирования мы ничего не сделаем дальше. То есть потенциал у вас в 5 раз вы можете увеличить и по воде и по остальным производствам. Нам нужна только конструкция. Вам только надо. То есть если нам помогут приобрести и построить конструкцию. Да. Энергообеспеченность у нас полная. У нас и электричество подведено мощности. Вода мощности. Все с запасом. Мы расчеты делали с запасом производства. Рассадное отделение рассчитано полностью на 3 гектара. То есть установлены лампы досветки. Специальный красный спектр излучения. Нужно только развивать конструктив дальше. Площадя позволяют здесь рядом коммуникации, дороги. Но вопрос средств пока. Со следующей недели мы начнем собирать очень хороший потенциал сбора. А как часто убирают? Через день. Через день. Огурец при солнечной погоде через день, чтобы не было перерастаний. Весовой мат он меряет ЕСИ, PH раствора. То есть составляющая, сколько грамм на куст полив состоялся. И уже данные передают в компьютер. Чтобы на основании этих показаний корректировать программу полива. Также меряет дренаж. Сколько растение выпило и сколько спустило в лоток. То есть не потребив раствора. Продолжение следует...